Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. И сегодня у нас рубрика Фаберлик Беспрекрас. Огромный пакет пустых баночек, много интересного и много бадов, да? Итак, поехали. Ну, начнем с вами с детской линейки. Закончился вот такой гель, гель для подмывания с экстрактом череды алоэ вера. Линейка Фаберлик Бэби, я вам уже много раз говорила, что эту линейку обожаю. Она действительно крутая, средства хорошие, не вызывают никаких аллергий, снимают покраснение, хорошо увлажняют, поэтому пользуемся всей семьей, в том числе я и Ксюша. Так, артикул 1644. Дальше закончился кетчуп классический, очень нравится. И я посмотрела, сколько сейчас кетчуп стоит в магазинах, да? Я буду кушать кетчуп Фаберлик. Во-первых, он самый вкусный, он без сахара, из помидоров череды, он нереально, девчонки, вкусный. Я его очень люблю. Артикул его 160-50, иногда можно урвать в распродаже по срокам годности вообще за копейки. Так, дальше из продуктов. Соль закончилась уэльская. Вот так выглядит баночка. Это обычная белая соль, очень-очень мелкого помола, и очень слабо соленая. В ней пониженное содержание натрия, да? Поэтому, если вы заботитесь о своем здоровье, если вы гипертоник особенно, вот к этому продукту нужно присмотреться. Потихонечку привыкаешь, есть такую малую соленую пищу, и все нормально. Артикул 16146. Соль хорошая, удобные дырочки, то есть одна такая большая, круглая. Потом мы с вами поворачиваем, да? И у нас вот такие вот дырочки мелкие есть, и совсем огромные. То есть если нам нужно ложку, допустим, соль дозировать, да, это достаточно удобно. Так, дальше. Закончился вот такой чай бронха. Давала Ксюше, когда болела, был кашель, да? Очень классный чай, мне нравится его состав. Здесь у нас мать и мачеха, чабрец, ромашка, шалфей, шиповник, солодка. Артикул 15669. Здесь 20 пакетиков. Сбор отличный, стоит адекватно. Вообще сборы Фаберлик на любой вкус и цвет. Пропивать курсами вообще шикарно. Я за травы, я знаю, что они здесь, я знаю, что они работают. Поэтому единственное, что как бы, ну, не моментальный эффект от таблеток, да, а нужно пропить курс. Чай, травяной сбор, точнее, вообще великолепный, отличный. Так, еще салфетки из линейки Фаберлик Бэби, вы знаете, прекрасно, я тоже беру только их. Здесь 50 штук. Артикул 1798, они нереально классные, мне понравились. Вот я какие салфетки только не брала в последнее время. У меня не только в доме бывает Фаберлик, да? Ради сравнения просто, ради интереса. Ну, не очищают, так, другие салфетки, как эти, ну, не очищают. Вот, как ни крути. И здесь ткань мягкая, гораздо мягче. То есть, ребенка не травмируют, если где-то вы вытираете там кожу и так далее. Мне очень не нравится. Я пока лучше их для себя не нашла. Так, что-нибудь из еды у нас есть? А, да, есть. Брала соус провансаль майонез, брала по распродаже сроком годности за копейки. Так, мне он не очень нравится, на самом деле. Я люблю больше другой майонез из масс-маркетов. А так, ну, нормальный, нормальный, обычный. На что похож? На провансаль в синей упаковке. Вот, похож по вкусу, да. Артикул его, девчонки, 161,21. И цена, в принципе, тоже адекватная, опять, если сравнивать сейчас с магазинными ценами. Поэтому, да, имеет место быть состав. Здесь очень неплохой. Так, из еды, из еды, по-моему, все, девчонки. Так, закончилась вот такой вот распылитель аромия. Это у нас с вами релакс. Очень нравятся мне эти распылители. У них отдушка великолепная. У всех, которые я пробовала, артикул вам не скажу. Релакс называется. Потому что на самом флаконе артикул нет. Он обалденный. Не знаю, и травки какие-то, и лаванда немножечко вроде как чувствовать. Что-то такое, цветочки. Но они все обалденные. Очень красивая парфюмерная композиция. Не то, что там масла, да, и вы чувствуете натуральные масла, которые не все любят, скажем так, да. А здесь прям парфюмерная, красивая композиция, которую очень приятно распылять в помещении. И запах долго в помещении держится. Поэтому мне нравится. У меня еще есть парочка в запасе. Другие ароматы. Так, девчонки, сухой шампунь. Наконец-то я его добила. Кто бы меня не убеждал, это гадость. Ну, не гадость. Нет, не гадость. Он, может быть, работает, но работает очень слабо и работает очень плохо. У меня в использовании батист, и то есть, когда есть необходимость создать прикорневой объем или лень мыть голову вот там, работает на все 100%. То есть, прям вот сразу нанес на кожу головы, да, ручками поправил, все, у тебя классная прическа, и ты еще два дня можешь проходить 100% с чистой головой. То есть, я через день мою голову, а с сухим шампунем батист могу через 4 мыть. Представляете? Вот да, вот так. Здесь нет, не работает. Все равно потом голова грязная, все равно ее нужно мыть. Не продлевает, у меня не надень. И я не вижу прикорневого объема, если он и есть, совсем минимальный, совсем легенький. Поэтому я этот продукт больше не повторю. Я дала ему второй шанс. Нет, опять не понравился. Артикул 27.02, но кому-то нравится. Поэтому на вкус цвет воломастера разный, как говорит Аленка Резон. Так, ватные палочки. У меня Крестюшка погрызла коробку, и безумно нравятся эти ватные палочки. И хочется с ними играться только вот с воберликовскими. Артикул 910-254. Они мега крутые, удобная упаковка, выдвигается там внутри палочки. Их много, сколько? 200 штук, забыла, девчонки. 200 штук в упаковке, палочка сама, бамбуквы, все как бы безопасно, экологично. И хлопковые наконечники, которые очень плотно намотаны. И очень тяжело, допустим, сорвать вату. Ими прекрасно и удобно чистить уши. Вот прям восторг какой-то. Лучше палочки я в жизни не встречала, поэтому, конечно же, всегда они у меня в доме теперь будут. Так, дальше, девчонки, закончился. Мист Океану. Великолепный продукт. Есть второй в запасе. Сейчас расскажу, почему. Артикул 0947. Во-первых, у этой серии одушка обалденная. Она очень привлекательная, очень вкусная. Но не сказать, что какая-то раздражающая или навязчивая. Она достаточно деликатная и нежненькая. Я пробовала и на тело, и на волосы, и на лицо. Пост подробный на этот продукт в цене писала. Везде работает великолепно. И лицо очень хорошо увлажняет. Но нет никакой липкости, никакой жирности. Вот вроде распрыскал водичку после умывания, кожа стянутая, а распрыскал, и все, и кожа довольна. Просто счастлива. Мне кажется, вот на лето вот этот продукт, если хранить в холодильнике, он будет просто маслявым для всех. Абсолютно. Потому что кремами мы практически никакими летами не пользуемся, да, когда жара, я имею в виду, 30-градусная. А вот этот продукт, он и увлажнит, и позаботится вообще класс. И на волосы класс. Никакого утяжеления ничего. Чуть-чуть волосики увлажнились, все смотрится достойно классно. И на тело тоже великолепно. Поэтому я этот продукт обожаю, и с удовольствием буду покупать еще. Дальше все рядом давайте с вами разберем, и бады оставим на финалочку. Средства для мытья посуды. Это концентрированный бальзам. У нас с вами вот такой, вот так он выглядит. Миндальное молочко. Он 0+, тоже. 396 его артикул. Запах приятный. Одушка не сильно еле уловимая, действительно миндальная такая слегка. Я уже эти средства тестировала, и вот что-то опять ради разнообразия захотелось взять. Ну, больше, наверное, не возьму девчонки, но оно очень плохо пейнется. Ну, очень. Есть средства тоже 0+, которые пейнется лучше. Да, возможно, оно более бережное к рукам. Возможно, да, я с этим спорить не буду. Но оно так плохо пейнется, оно так быстро кончилось. Быстрее любого другого средства для мытья посуды. Поэтому вот именно из-за этого не хочется. Хотя опять, может быть, все надоест, и снова возьмем. Но плохо пейнется все время приходится обновлять. Меня вот это раздражает, да? Так, ультракондиционер бальзам для битья. Все, заговариваюсь, для битья. Для белья sensitive. Я вам уже много раз про него рассказывала, показывала. Он тоже 0+, стираем все вещи с ним. И он делает белье самым мягким из всех кондиционеров Федерли. Артикул 11856. Миндальная, я вам сказала, 396. Нежная, еле уловимая такая на белье потом. И с лакончика пахнет так достаточно ярко. Цветочная, парфюмерная одушка. Такая приятная, весенняя, классная. Чуть-чуть зеленцой. А белье тоже потом есть аромат, но он деликатный. Он не сильно бьет в нос, но он, тем не менее, есть. Если вам не нужно совсем аромат, то есть другие средства, да. И самое медненькое от него белье, поэтому я его периодически беру и люблю. Середа у нас с вами еще вот такой вот гель для туалета. Для очищения у нас их с вами три представлены. И этот морская свежесть Smart Color 7 в 1. Артикул 302.92. Все гели для туалета Фаберлик работают приблизительно одинаково и хорошо. Вот именно для туалета прям просто прекрасно. Наливаешь под ободочком, уходишь, приходишь, смываешь, где совсем были грязные там, не грязные, а от налета что-то такое вот. Можно чуть-чуть пройтись ежком. Все идеальная чистота, идеальная чистота, которая сохраняется достаточно долго. Люблю. Есть в запасе еще. И всегда беру и буду брать. Так, дальше, девчонки, парочка гелей для душа, новиночек относительно недавних, недавних весенних, да? Первый у нас это Магнолия Артикул 2766. Магнолия по ароматам мне понравилась сначала меньше всего. Он какой-то непонятный, цветочный, цветочный непонятный. Но гели для душа нормальные, пенится хорошо, кожу мне лично не сушат, поэтому к ним нареканий нет. Вот такой вот он красивенький, интересный. У меня, кстати, муж, не знаю, лайфхак вам такой расскажу, он где-то подсмотрел, что, чтобы не было раздражения, надо бриться с гелем для душа. С вот этим гелем для душа брился, и у него не было раздражения. Ну, практически по сравнению с гелем для бритья, хотя у него для чутытной кожи такой дорогой. Не знаю, может кому-то пригодится. Так, и второй Лилия. Лилия классный. Так, 2764. Лилия прям, Лилия весенний, зеленый. Лилия прям чувствую. Вот он классный, яркий такой, очень приятный аромат. Прям рекомендую. Так, что у нас с вами дальше? Дезинфицирующий гель для рук. У меня их огромный запас, я их все найти никак не могу после переезда. Это Ксюша с собой в школу клала. Так, артикул его 27-24. Я ее не заставляла, она сама такие средства берет, кладет с собой в рюкзак, и если в туалет, там сходит, и вообще в школе периодически обрабатывает таким гелем ручки. Обычный дезинфицирующий гель, у меня никаких нареканий. Единственное, он жидковатый, он вытекается, сразу растекается, надо быстро его по рукам распределить. Детский крем для мамы и малыша с депантенолом, тоже серия Фоберлик Бэби. Очень классный крем, 0+, пользуемся им с рождения, 1-6-45 артикул. Он легкий, очень легкий, быстро впитывается, он успокаивает кожу, успокаивает шелушение, покраснение. Никаких нареканий к нему нет, использую как даже для массажа крестюшки, хоть он быстро впитывается, но массаж я успеваю сделать. И использую его как подгузник, вообще все как бы отлично. Так, дальше, шампунь, девчонки, шампунь Арису закончился, сейчас им Ксюшка домывала уже волосы. Артикул 79-26, Арису вообще достойная очень линейка для волос, очень достойная, кто не пробовал, попробуйте. Но если ваши волосы любят силиконы, это не та история, здесь такая более, более натуральный что ли состав, но в то же время волосы как-то оживают, понимаете, оживают. Но если они у вас пересушены и убиты, будет маловато ухода Арису. Да, мне, например, вот нравится силиконистый уход, и моим волосам тоже, они с ним выглядят как-то вот достойнее. Здесь они выглядят более живыми, объемными, не то что пушистыми, а вот объемными, здоровыми, живыми. Я просто смотрю, когда Ксюша моет волосы, ну это вот разительно по сравнению с другими шампунями. У нее сразу объемные, красивые волосики, они живые, там не чрезмерный блеск, но он в то же время присутствует. Серия достойная. Если вы себе до сих пор не подобрали фиберлик уход за волосами, присмотрите обязательно, там много продуктов можно подобрать себе. Так, я выкидываю вот такую сос-пудру, потому что у нее уже срок годности, девчонки, прошел. Она у нас уже в другой версии, в другой серии, такой Себа Баланс называется, да? А была раньше в Эксперт Фарма, так же, как и маска из этой серии, необыкновенная. Так же и пудра крутая, 1673 артикул, она уже желтого цвета, у меня такого стало яркого. Вот такой здесь дозатор. Мы насыпаем эту пудру на ручки. Себа Баланс сейчас то же самое, у кого жирная кожа, присмотритесь. Так же есть пудра, насыпаем ее на ручки, чуть-чуть водички, на руках вспениваем, по лицу проходимся, и все. Вот у кого жирная комбинированная кожа, вам понравится однозначно этот продукт. Поры сужает, очень хорошо кожу очищает, регулирует выделение себума, все супер. Так, теперь давайте расскажу вот про что. One Week Miracle. Наконец-то закончились и дневной, и ночной кремы. Так, у нас с вами дневной крем 0651, ночной крем 0652. Здесь 50 мл, и они такие плотные и долго играющие, девчонки, что прям вот смотрите, сколько я им пользовалась. Как только появились, купила, и вот столько пользовалась. Мне понравилось, но больше понравилось, когда они работают в тандеме с сывороткой. Отдельно эффект немного слабее, но в то же время эффект легкого лифтинга, эффект питания, эффект увлажнения. Подтяжка, ну вот небольшая подтяжка есть на веках, это заметно. На самом деле разглаживания морщин нет, хотя стоимость у этих продуктов, она такая прям, скажем, не бюджетная. Но для разглаживания морщин я бы лучше посоветовала шприцы из линейки Эксперт. Здесь в этом плане работает гораздо слабее. Но вот эффект подтяжки, эффект лифтинга, он действительно присутствует. И хорошее качественное увлажнение питания. Прям хорошее. С учетом того, что кремы очень плотные, кажется, ой, сейчас кожу утяжелю. А ничего подобного, они быстро впитываются, и кожа становится такая лоснящаяся, здоровая. Понравилась, понравилась действительно серия. Если у меня били новинок, выходящих в Эберлик, я, возможно, повторила бы. Но сыворотку я, кстати, повторила. Сыворотка крутая, и вот второй сейчас пользуюсь. Так, что у нас с вами здесь еще? Давайте поехали, все, по БАДам. Тогда мы с вами по БАДам поехали. Первое. Коралловый кальций. Это такой продукт с недоказанной эффективностью 157,30. Он якобы очищает нашу воду, да, и насыщает ее кальцием. Ну, я пропила упаковку, ну, и пропила. Ну, и не знаю. И с такими продуктами вообще надо быть осторожнее, если у вас есть камни в почках, например. Или вы их удалили, и вы склонны к образованию камней или песка в органах. Поэтому, ну, я, скорее всего, больше не возьму. Разницы во вкусе я не заметила воды. Мы и так берем очищенную, поэтому, ну, не знаю. Так, дальше. Чага. Вот так выглядит флакончик, он с пипеткой. Артикул его... Где же артикул тут, господи, девчонки? 157,49. Чагу пила вот после операции и допила недавно. Вот такая здесь пипетка мы с вами набираем. Я где-то набирала вот так. 10 капель там, по-моему, я забыла, девчонки. Ну, в общем, я замерила сразу, сколько это пипетки, чтобы каждый раз не отсчитывать. Наливала в стакан воды теплой и с утра натощак пила. А здесь у нас для работы иммунитета Чага. Для желудочно-кишечного тракта она очень хороша. Могу рекомендовать смело. Кому интересно описание, для чего она еще помогает, почитайте на сайте. Состав. Носитель глицерина, Чага, экстракт, вода очищена и все. На вкус не скажу, что очень приятная. Но на стакан воды, когда разбавляешь, в принципе, пить можно. Все терпимо, все нормально. Так, следующий бат. Это у нас с вами Энзи Пауэр. Здесь панкреатин. Это типа мизима, панкреатина, только все свое родное, с очень хорошим составом, плюс добавками. Потому что здесь есть яблочная клетчатка, порошок папайи, порошок ананаса, панкреатин посерединке в составе у нас с вами, порошок куркумы. Куркума очень полезная на самом деле, и в том числе для омоложения, для ЖКТ, для иммунитета. Экстракт артишока и дальше кальций кремний. Артикул 157.33. Тоже пила после операции, когда что-то вредное покушаю, да, ну как мизима, панкреатина мы с вами пьем. Пила две штучки или одну штучку антипауэр. Классный, хороший продукт, действительно работал. Пила после операции вместе с чагой, и я вам уже много раз говорила, у меня потом анализ был идеальный. Препараты, лекарства никакие не принимала, восстанавливалась только на БАДах и Берлик. Так, дальше поехали. Витамин Д3 допила, свой взрослый, да. Что хочу сказать, ну витамин Д3, витамин Д3 хороший, неплохой продукт. Витамин Д3 советую вообще на постоянной основе пить. Но я делаю перерывы, потому что и в БАДах новинок очень много выходит, и я такое обилие количество принимаю, поэтому делаю перерывчики, да. 157.77 артикул. Состав у нас с вами масло растительное, оливковое, оболочка желатин, глицерин, т.д. Так, что это? Загуститель, витамин Д3. У нас здесь холи, кальций, феррол, они тоже бывают разные. Смесь токоферолов, оболочка капсулы, производится исключительно из говяжьего желатина, холи. Ну, в общем, нормальный состав, я хочу сказать, нормальный витамин Д3, буду периодически повторять, все с ним отлично. Тоже после операции вот я пила. И также пила гепатофорты, потом еще купила, пропила упаковочку. Вот эти 4 БАДы я пила после операции. Здесь 60 уже штук у нас, и артикул 157-59. Гепатофорты – это чистка печени, это улучшенная работа наших с вами желез, желудочно-кишечного тракта. Здесь обалденный состав, льняное масло, масляный экстракт овса, дуванчика, корень лопуха, трава тысячелистника, мяты перечной. Если у вас есть изжога, вот тоже вот этот продукт пропить рекомендую. Так, антиокислитель, оболочка, капсулы, все. То есть очень хороший, замечательный состав. БАД великолепный, девчонки. Вот прям почистится, я рекомендую хотя бы вот одну упаковочку пропить. У нас получается по 2 штуки. Я пила после завтрака, то есть с утра натощак в стакане чагу, вместе с завтраком витамин Д3. После завтрака, через полчаса где-то я пила гепатофорты. И уже потом, ужин, как правило, самый вредный, я пила во время ужина Энди Пауэр. Вот такой вот был режим, возможно, кому-то будет он полезен. Так, дальше еще 2 БАДа, девчонки. Омега-3 с глицином детская закончилась, и закончилась она относительно быстро, потому что там надо принимать по 3 штуки в день. А здесь у нас 90 капсул. Ну вот месяц Ксюша пропила 157-80. Ну что хочу сказать. Мы пьем живецу, мы пили вот эту омегу и допиваем витамин Д детский. Ну и тфу-тфу-тфу, я даже этот слух не хочу произносить, потому что когда ты произносишь, потом обязательно ребенок заболеет. В общем, все отлично, все отлично, все замечательно. Это тоже надо пить детям, особенно я ей даю. Не постоянно, конечно, а вот весна-осень, когда какие-то сезонные обострения, мы с ней пропиваем живицу месяца 2, весна-осень. И сейчас, слава богу, у нас появились теперь детские БАДы, что очень ценно, Фаберлик, за это огромное спасибо. Так, и крышечки, кстати, именно на детских, они такие вот, видите, безопасные. То есть, чтобы открыть, надо нажать. Маленький ребенок не откроет. Секреты Востока, вообще мой любимейший БАД, девчонки, я его обожаю. У меня стоит сейчас банка, я пока делаю перерыв, допиваю другие. Здесь 60 капсул, очень классный состав. Когда он только появился, говорили, что много противопоказаний. Он достаточно сильный БАД, поэтому, возможно, да, надо проконсультироваться с врачом. 157.10 артикул. И что хочу сказать, вот я когда пропиваю «Секреты Востока», еще раз вам поближе покажу, я себя чувствую как-то вот лучше. Причем тоже пила февраль-март, да, февраль-март, январь-февраль-март. И такое состояние, когда еще нет солнышка, мутное, спишь, мало, потому что маленький ребенок устаешь, начинаешь пить «Секреты Востока», все. Ты бодра, полна сил, как-то себя прекрасно чувствуешь. Если какие-то есть хронические боли, там, допустим, вот у меня спина, они как-то менее выражены. Все отлично. Я очень люблю этот БАД. Он влияет, кстати, на гормональный фон, поэтому аккуратненько здесь тоже смотрите состав. Если ходите к врачу, показывайте к врачу. Взрослым подбег капсулы в день. Вот я его пила тоже где-то после завтрака, по-моему, или натощак. «Секрет Востока» забыл, по-моему, натощак рекомендуют пить его, тоже со стаканом воды. Да-да-да, я вспомнила, я пила две натощак, запивая стаканом воды с чагой. Красота вообще. Так, и прокладки вам еще покажу, ночные закончились. К сожалению, их сейчас нет на складе, я надеюсь, они периодами появляются, потому что у меня запасы кончаются, а я другие не хочу. 112, 95 артикул, они великолепные, они просто великолепные. Попалось видео на просторах интернета, я в телеграм девочкам скидывала. Точнее, не девочкам в телеграм, а своим консультантам в чат, да. Обалденное видео, там сравнивали прокладки Ола, Эсбелла, и Натурелла, и наши. И потом клали сухую салфетку, то есть видно, что видео реально. И воды определенное количество наливали, то есть одинаковое количество в каждую прокладку. И здесь салфетка не мокла, да, а даже волвой смокла, и причем сильно. Они реально круто впитывают, они задерживают влагу. У меня к ним вообще никаких нареканий, не хочется на какие-то другие даже переходить. Надеюсь, они появятся на складе. На единственное нарекание, я тоже повторяю вам всегда, крылышки лепятся плохо. Поэтому надо желательно как-то обтянуть ее вокруг белья так, чтобы одно крылышко на другое наложилось и налипло на другое. Потому что если они будут просто два крылышка на белье и вместе не стыковаться, да, вот так, то они сразу вообще отклеивают. Плохая клеевая основа. А так, ну с этим тоже как бы можно справиться. А так вообще они великолепные и просто суперские. Так, ну вот и все, мой хороший. Вот такой обзор сегодня получился. Пишите свое мнение по поводу этих продуктов. Будет интересно с вами, конечно же, обсудить. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Фаберлик сейчас наше все. Цены более-менее адекватные. Магазины растут с каждым днем. Консультантов Фаберлик с каждым днем становится все больше и больше, в том числе из других компаний, да. Поэтому переходите по ссылочке. Будем общаться, будем работать. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.